Приветствую всех поклонников авиации с Pineful Fire. Всё это время я с нетерпением ждал, когда же наконец-то я смогу попробовать новинку Баттл Пасса. Мне было безумно интересно, как же себя поведёт в воздушном бою Супер Корсар. Но порой так бывает, что когда ты чего-то долго ждёшь, а оно всё откладывается и откладывается, в итоге получается не очень. Не то, что ты изначально ожидал увидеть. Вот и у меня. С самого начала моё знакомство с Супер Корсаром как-то не задалось. Да и в последнее время новым синонимом слова разочарования можно назвать Корсар. Что реактивный штурмовик, что поршневый истребитель получились, откровенно говоря, не такими, как я их предполагал увидеть. Начнём с того, что боевой рейтинг у Супер Корсара 6,7. Это означает, что мы будем часто попадать к ранним реактивам. И нам нужен какой-то очень серьёзный аргумент, чтобы оправдать этот высокий БР. Обычно у поздних поршневых истребителей имеется отличное курсовое вооружение. В нашем же случае это 6 крупнокалиберных пулемётов Браунинга. Неплохое вооружение. Но есть один важный момент. Это наполнение лент. Всё мы помним, чем стреляет П-47. Мощным патроном М-20, который заставляет буквально разваливаться другие самолёты на части. Ну или по крайней мере, он часто их поджигает. Так вот, у нас его нет. Вместо М-20 у Корсара имеется М-8, который тоже неплохо справляется со своей задачей, но он менее домашний. На ранних БР это ещё терпимо. Там другие скорости и многие ошибки в стрельбе прощаются. А вот среди реактивов такой фокус уже не пройдёт. Вам нужно быстро и точно стрелять, делая при этом минус. Потому что скорости тут совершенно другие. И на заход порой даётся всего лишь одна попытка. Пустив её, противник уйдёт по скорости, затем развернётся и собьёт вас. Либо подставит под других. Супер Корсар – безусловно быстрый истребитель. Но его скорость у земли не превышает 650 км в час. Догнать вы сможете лишь некоторые из реактивных истребителей. Такие как ЕГ-15 или Метеору Марк 3. Если тот не успеет разогнаться в горизонте. А остальных же вы сможете поймать лишь в манёврах. Или если будете пикировать с большой высоты и заранее предугадаете их путь отступления. Когда-то похожей ситуацией был послевоенный Мустанг. И хоть у него в ленте есть патрон М20, ему всё же снизили БР до 6.3. А ведь Мустанг быстрее, причём ощутимо быстрее. Взлётный вес Корсара составляет 6 тонн. И это немало. Кстати, на форуме развернулись целые баталии по поводу мощности двигателя. Некоторые игроки доказывают, что самолёт неправильно настроен. И что ему не додали 300 лошадиных сил. Правда, это или вымысел, узнать сейчас сложно. Так как данные в различных источниках расходятся. Но даже если ему добавят те самые лошадиные силы, то что изменится? Ему уберут два пулемёта, и Корсар станет догонять реактивы? Как по мне, лучшим решением будет снизить боевой рейтинг. Потому что я бы не назвал Корсар прям шикарным истребителем. Потенциал, безусловно, у него есть. Но чаще ему мешает его реализовать реактивы и плохая лента. Из преимуществ Супер Корсара я могу выделить хорошую скороподъёмность и неплохую манёвренность. Если мы попадаем против таких же поздних поршней, то оказываемся с ними примерно на одной высоте. Что насчёт манёвренного боя, то тут всё решает опыт. Самолёт неплохо доворачивает, но всё же нужно уметь вовремя сбросить скорость, где-то пропустить противника, а где-то наоборот его дожать. Двигатель частенько перегревается, а вот топливо почему-то уходит медленно, как будто у нас стоит какой-то эконом-вариант. В заключении, я могу сказать, что все приведённые мной бои были против реактивных истребителей. И как я не пытался сделать враг, фортуна от меня всё время отворачивалась. Вот, к примеру, я поджигаю противника. Через несколько секунд его сбивает мой союзник. Я начинаю манёвренный бой с другими уже противниками, пытаюсь сбить врага, ко мне подлетает 2-3 вражеских реактива, а союзники в один момент испаряются. В итоге на меня по очереди заходят и сбивают с прохода. Или как я случайно попадал под союзные очереди, тоже не очень эффективно. Да, постоянно набирать высоту, чтобы догнать реактив, как-то напряжно. В совместных боях у нас есть возможность уничтожить пару танков. Из-под весного вооружения имеются 2 бомбы по 1000 фунтов, или 2 ракеты Tiny Team. Остальное же можно просто откинуть, так как с хваров вы ничего не сделаете, а брать бомбы меньшего калибра нет никакого смысла. Поэтому берём либо Tiny Team, либо 1000 фунтовые бомбы. Кстати, ракеты и бомбы уходят по одной, так что мы можем спокойно реализовать 2 сброса или 2 пуска. Я обычно брал именно бомбы, так как ими легче попасть, и в любой момент их можно сбросить, даже если вас позади преследует истребитель. Но скажу честно, штурмовик из суперкорсера так себе. На этих БРах полно различных штурмов, как пример АЮ-1, который несёт гораздо больше подвесов. В симуляторах боях ситуация обстоит немного лучше, чем в АВРБ, но всё равно летать на этом самолёте некомфортно. Если брать за основу режим противостояния, то в начале сессии все находятся в равных условиях, поэтому мы встречаем самолёты БРа 6 и 7. Но вот уже после первых бомбёжек мы можем повоевать с реактивами. А вот в совместные бои попасть невозможно, потому что там установлены ограничения до 6 и 3, а в другой сетап самолёт просто не добавили. По управлению Корсар, как и другие его модификации, дёрганы, неустойчивые и постоянно болтаются в вираже. Мне такие истребители лично не нравятся. Хотя обзоры с кабины у него отличные, из-за каплевидного фонаря видно абсолютно все заходы. Стоит подвести итоги. Суперкорсар получился своеобразным истребителем. С одной стороны, это быстрый поршневой самолёт. С другой же, он не может реализовать эту скорость из-за своего боевого рейтинга. Воевать с реактивами непросто. И вся ирония состоит в том, что это единственный бесплатный прем в батлпассе. Тут можно сказать, что до ряду коню в зубы не смотрят. Но мне кажется, что люди выполняли все эти задания не для того, чтобы получить такой сомнительный по эффективности прем самолёт. Возможно, это только мне так не везло с БРами. И у вас истребитель будет попадать исключительно на 6.3 или 6.7. Но пока что мой вердикт – самолёт не стоит затраченных сил. Исторически, суперкорсар появился в результате реализации одного из экспериментальных самолётов. Проект передали фирмы Goodyear. Изначально планировалось построить 418 низковысотных перехватчиков под обозначение F-2G. Контракт предусматривал строительство самолётов двух модификаций – F-2G-1 для морской пехоты и F-2G-2 для палубной авиации. Первый серийный истребитель должны были предоставить до конца лета 1944 года. Но из-за доводки двигателя всё затянулось. И только в июле 1945 года самолёт уже был готов к запуску в серию. Но к этому времени флот потерял интерес к новому проекту и заказ был отменён. Всего успели построить 10 самолётов. По 5 на каждую модификацию. После войны Суперкорсар участвовал в гонках Томпсона, где команда заняла сразу 3 призовых места. Правда, в одной из гонок разбился один самолёт и погиб один из участников. До наших дней дошёл всего лишь один самолёт в лётном состоянии. Вот такая история. В комментариях можете написать, как вам самолёт и проходите ли вы Battle Pass. Также подписывайтесь на канал и советую вам на всякий случай проверить статус подписки. В описании, как обычно, есть множество полезной информации. В комментариях часто приходят вопросы по джойстикам, настройкам и всему прочему. Так вот, всё это всегда есть в описании. Ну а я вам говорю спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Желаю вам лёгких фрагов и чистого неба над головой.